Сводный отряд полиции Адыгеи, несущий службу на территории Чеченской Республики, на днях посетил заместитель министра внутреннего дела по Адыгеи Евгений Далматов. Он изучил вопросы взаимодействия с представителями органов местного самоуправления и проверил порядок работы полицейских на совместном контрольно-пропускном пункте. Стражи правопорядка были поощрены ведомственными наградами, а нескольким сотрудникам вручены погоны с офицерскими званиями. Командир отряда подполковник полиции Руслан Пшидоток награжден почетной грамотой МВД России. В ходе визита гости провели ряд мероприятий, одно из них в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия». Сотрудники сводного отряда на территории пункта временной дислокации высадили саженцы деревьев хвойных пород. Миссия против терроризма под таким названием в Центральной библиотеке Майкопа проведена встреча со студентами колледжа имени Хуссена Андрухаева. В ней принял участие представитель Центра по противодействию экстремизму МВД Республики Адыгея. В начале студентам продемонстрировали специальный фильм. В нем была отражена важность оказания помощи в деле противодействия террористической угрозе каждым гражданинам страны, неравнодушным к своей судьбе и судьбе близких людей. Затем представитель МВД рассказал об ответственности, предусмотренной за пропаганду идей террористического и экстремистского характера, за разжигание межнациональной, расовой и религиозной розни. В этот день в библиотеке состоялась выставка книг «Выбирая жизнь». В ней были представлены различные издания и памятки о том, как вести себя при теракте. Встреча с подрастающим поколением закончилась минутой молчания в память о погибших в следствии актов терроризма и поэтическим флэшмобам. Мы, великий народ, на огромной планете не допустим террор. Будут счастливы дети. Продолжаем выпуск. В лицее номер 34 города Майкопа побывали полицейские Адыгеи. Они организовали необычную встречу со старшеклассниками, а в роли преподавателя на занятиях выступил начальник подразделения КАМВД по республике Адыгея. Главной темой открытого урока для учащихся стало изучение особенностей общения в социальных сетях. Сотрудники полиции считают, что каждому, кто имеет доступ к всемирной паутине, необходимо знать, какие опасности ждут неопытных пользователей. Начальник подразделения КАМА Адам Брафтов раскрыл ребятам техническую сущность интернета, рассказал о его достоинствах и проблемных моментах. Анонимность в интернете, если есть такие у кого-то иллюзии, интернет не аноним. Абсолютно. Гость также рассказал школьникам много интересного, полезных для обучения программах. Отдельно он остановился на вирусах и способах борьбы с ними. В ходе общения также были показаны видеоролики, наглядно свидетельствующие об имеющих место, в том числе на территории Адыгеи, фактах противоправной деятельности в отношении подростков с использованием сети интернет.